К нам присоединяется Иван Ус, кандидат экономических наук и главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. Иван, доброе утро. Доброе утро, Наталка, доброе утро, Олег и все зрители. Вот касательно рубля, вы с чем все-таки связываете его падение и пока что не выравнивается после этого неудачного, скажем так, мятежа Пригожина. Но, как по мне, не только этот фактор сейчас провоцирует падение рубля. Знаете, в первую очередь все-таки два хочу выделить фактора. Один более долгоиграющий – это то, что действительно формируется существенный дефицит в российском бюджете, то есть российская экономика, которая была профицитная, сейчас дефицитная. И для того, чтобы решить эту проблему, помимо прочего, есть такой термин «ключили станок», то есть печатают новые деньги, ничем не обеспеченные. То есть появляется достаточно весомая денежная масса, которая, как я сказал, ничем не обеспечена, и это давит на рубль. И это, как мне кажется, основной фактор, из-за чего рубль, скажем так, все приближается к отметке 100 рублей за доллар. Второе – это действительно пригожен, но это в первую очередь то, что российская экономика во многом строилась на том предположении, что да, есть проблемы на внешнем секторе, но внутри есть стабильность. И вот эти полтора дня, бунт выходного дня пригожена, они показали, что стабильности внутренней нету. И это тоже увидели в первую очередь инвесторы, те, кто, скажем так, рассчитывают зарабатывать на российском рынке. Они понимают, что внутренней стабильности тоже нет, соответственно, раз нет внутренней стабильности, то тоже инвестиции нежелательны. Где-то я встречал информацию, что после вот тех событий, связанных с маршем справедливости пригожена на Москву, особых инвестиций в Россию уже не приходило. Просто потому, что люди поняли, что, как я говорил, внутренней стабильности нет, соответственно, гарантии того, что ваши инвестиции у вас останутся, тоже нет. А риск того, что вы вкладываете в Россию деньги, а завтра какой-нибудь второй пригожен появляется. Хотя сейчас уже все говорят больше о Попове и российской армии, как фактор, скажем так, гипотетических существенных изменений в России присутствует. Вот любой такой человек появляется, и все, и вы потеряли инвестиции. И, безусловно, это влияет на стремление работать с Россией, а также, естественно, давить на курс. Если мы сейчас говорим непосредственно о санкционном давлении, а есть ли еще чем давить на Российскую Федерацию? Вот включая те же свежие санкции Британии. Во-первых, я напомню, что торгового эмбарго против России пока еще нет, а это тоже санкции. И это обсуждалось, были попытки обсуждать, но пока мир не готов, но это логично, все-таки, что-то не было, российская экономика еще в прошлом году была 11-я экономика мира. И поэтому исключить ее из глобальной экономики очень сложно. И вот в подводке к сюжету вы говорили про алюминий, действительно, есть значение в алюминии, есть значение в других отраслях. В конце концов, еще до начала полномасштабной войны была очень хорошая статья, если я не ошибаюсь, Reuters, которая называлась «Пшеничная дипломатия России». И в ней говорилось о том, что Россия учла печальный опыт Советского Союза, во многом крах которого предопределила зависимость от поставки зерновых. То есть продавались энергоресурсы, покупали зерновые. И когда, благодаря договоренности Королевства Саудовской Аравии и Рональда Рейгина и его администрации, цены на нефть резко упали, и Советский Союз не смог зарабатывать деньги, не смог покупать зерно. Соответственно, была проблема голода и риск распада, и, собственно, он и пошел на распад. Не было этой проблемы. Россия учла этот опыт, и где-то с 2003 года из нет-импортера, то есть с той стороны, которая больше покупала зерно, она превратилась в нет-экспортер. Более того, в 2021 году это был ведущий мировой поставщик зерна, и сейчас попытаться Россию исключить из глобального рынка зерна, это создать угрозу глобального голода. А сама Россия, она неоднократно устами своих пропагандистов, таких как Маргарита Симоньян, заявляла, что главный союзник России, один из, это глобальный голод, поскольку если будет глобальный голод, все страны Африки и Ближнего Востока, они будут давить на Соединенные Штаты Америки, на Европейский Союз с требованием прекращать помогать Украине и помочь России вернуться на эти рынки. Поэтому и не вводили санкции против пшеницы. Но это не означает, что они не могут быть. Сейчас просто ищутся альтернативные возможности обеспечения. В конце концов, не только Россия и Украина производят зерновые, есть еще и Канада, и Австралия, и много других стран. То есть тут же, если мы даже посмотрим историю введения санкций, зачастую, особенно с европейской стороны, они вводились тогда, когда находилась альтернатива. Вот не могли найти альтернативы российской нефти и газу, не трогали эту сферу. Как только поняли, что ага, можно Азербайджан, там страны Залива, Алжир, Нигерия, все, санкции пошли и на нефть. И дальше сама Россия уже вводила на газ, но уже к тому моменту Европа была готова к тому, что у них есть альтернативные источники. Соответственно, так же происходит с любым другим товаром. И чем больше будет создан альтернатив российскому экспорту, тем больше вероятность того, что вот это решение о полном торговом эмбарго на торговлю с Россией, а дальше вторичная эмбар, когда будет объяснять другим странам, которые торгуют с Россией, крупнейшие по населению Индия, Китай, Индонезия, другие страны, что, знаете, лучше воздержитесь на торговлю с Россией. Это может вам создать проблему в финансовом сфере, поскольку она более контролируется Лондоном, Нью-Йорком и другими центрами, в Европейском Союзе в том числе. И вам это не надо, и страны будут потихоньку переходить в этот лагерь. Кстати, визит президента Южной Кореи в Украину, это сигнал того, что вот страны, которые, с одной стороны, относятся к лагерю наиболее развитых экономик, как Япония и Корея, они все больше будут сейчас дрейфовать в сторону Украины, соответственно, возможное присоединение санкций против России, а это тоже создает огромную проблему. Ну вот, собственно, европейская торговая группа European Aluminium хочет активно лоббировать введение санкций все-таки ЕС в отношении российского алюминия. То есть это значит, что уже есть альтернатива, хотя до этого времени мы видели, что вроде как и санкции были, но все равно не могли обходиться полностью без российского алюминия. Это один момент. А еще в каких сферах, скажем так, могут закрыть дверь, скажем так, в торговле Российской Федерации? Это ведь и дерево, и металл, кроме газа и нефти. Вот теперь уже алюминия. Что еще может так ударить нормально, скажем так, по бюджету Российской Федерации? Я думаю, что сейчас прорабатывается атомная энергетика, поскольку мы видим, что и Венгрия, и Франция пока не дают ввести санкции против атомной энергетики России, против сотрудничества с Росатомом. Но я думаю, что американские компании, которые могут вполне заменить Росатом, сейчас как раз с ними ведутся диалоги, в том числе и правительство США и этих частных компаний, чтобы они более активизировались в возможности замены Росатома. Как только будут достигнуты договоренности в этой сфере, я думаю, что и Франция, и Венгрия, они тут же снимут, скажем так, свое вето на введение санкций против Росатома. А второй вопрос – это алмазы, которые также Россия поставляет, а тут Антверпен, центр торговли алмазами в Бельгии, они также проходят. Но думаю, что тоже ведется работа, поскольку Бассейн не единственный, например, у нас есть в глобальной рынке. Поэтому вот эти те сферы, которые, как мне кажется, вполне могут также в ближайшее время попасть под санкции. Дальше будет смотреть, поскольку, как я сказал, до полного торгового амбарго еще, в принципе, далеко. Соответственно, можно будет анализировать каждый отдельный товар и потихоньку расширять санкции на него. Я напомню, ранее крупнейшая в мире компания по обслуживанию нефтяных месторождений СЛБ заявила, что прекращают поставки продукции и технологии в Россию со всех своих предприятий за расширение западных санкций. Коротко говоря, компания СЛБ – это одна из важнейших компаний, которая обслуживала нефтяную отрасль Российской Федерации. Это ли может быть тоже мощным ударом по российской экономике именно по сырьевой промышленности? Безусловно. Единственное, я напомню зрителям СЛБ – это Шлюнберген. Ее больше помнят под этим именем. Это один, действительно, из ведущих, даже ведущий, пожалуй, мировой поставщик оборудования для добычи нефтегаза. И еще в самом начале войны все компании, подобные Шлюнберген, подобные другим, скажем так, про Резухоли Бартон, все они говорили о том, что будет выходить из российского рынка. Это невозможно было сделать быстро, но тем не менее мы видим, что процесс идет. А тут какой важный момент. Во многом экономика Российской Федерации строилась на том, что вот эти нефтесервисные компании, которые не из России, которые из Соединенных Штатов Америки, они помогали ей, во-первых, добывать нефть, во-вторых, предоставляли ей реагенты для того, чтобы из нефти делать бензин. И сейчас у России будут проблемы с тем, чтобы заниматься этими двумя видами деятельности. Поэтому вот это может быть очень существенный удар. Собственно, знаете, еще в 2014 году российский финансист Степан Димура, он как раз говорил, что вполне возможна ситуация, когда мировые цены на нефть будут 150 долларов за баррель, а Россия не будет получать с этого ничего, просто потому что выйдут вот эти нефтесервисные гиганты, и Россия не сможет добывать нефть. Просто потому что она ее добывает благодаря технологиям, а технологии эти есть как раз у этих компаний. Они выходят, соответственно, возможности добывать нефть, но она будет ограничена. Конечно, Россия может вспомнить, как она это делала во времена Советского Союза, но это уже было относительно давно, и люди, специалисты, которые тогда этим занимались, их уже, скажем так, и нет. То есть кто-то, конечно, остается, но уже в небольшом количестве. А в основном это все делалось благодаря тому, что работали вот эти нефтесервисные американские компании. Сейчас они выходят, и выходит такой себе некий аналог чемодана без ручки. То есть чемодан-то есть, а вот ручку, которую обеспечивали вот эти нефтесервисные компании, они как раз все ушли, ее нет. Стоит ли также считать, что Российская Федерация пытается за счет еще внутреннего потребителя заработать на том же газе? Вот в Российской Федерации объявили о повышении цен на газ для внутренних потребителей. Причем это повышение оказалось более существенным, чем ранее прогнозировали в правительстве РФ. Как сообщает российское агентство «Интерфакс», речь идет о повышении оптовых цен для всех категорий потребителей. Так, цены на топливо вырастут дважды на 8% с 1 июля 2024 года и с 1 июля 2025 года. Хотя по макропрогнозу повышение предусматривалось лишь на уровне 7%. И впоследствии, конечно же, как это повлияет на цены внутри страны? Знаете, что характерно, они говорят о повышении цен и не говорят при этом об увеличении газификации Российской Федерации. Напомню, еще в 2009 году, это было, нет, в 2019, информация о том, что газифицировано 60, если я не ошибаюсь, 3% сел Российской Федерации. Ну, тут, соответственно, мы отнимаем и получаем, что 30, там, сейчас скажу, 30, по-моему, 3% сел не газифицировано. Даже, по-моему, больше у меня в голове была цифра 37% сел не газифицировано. О чем это говорит о том, что Российская Федерация, которая является мировым лидером по поставкам, собственно, углеводородов на внешние рынки, на внутреннем рынке она не занималась этим бизнесом и не было вот этой газификации. Все-таки вот 37 мне в голове цифра, они газифицированы, вот на ней остановлюсь. И, соответственно, вместо того, чтобы строить газы и нефтепроводы в самой России и тем самым продавать эти ресурсы внутри себя, они больше говорят, что нет, мы ничего строить нового не будем, мы будем только повышать там, где мы, на тех 60%, на которых 63%, на которых у нас газифицировано. То есть российский рынок, он не то чтобы не готов, но он не сильно приспособлен к тому, чтобы на нем зарабатывать. Об этом Россия не думала. И сейчас они как раз нарываются на вот этот момент, когда они совершенно не заботились о внутреннем рынке. И когда надо получать на внутреннем рынке, оказывается, что сервисная составляющая отстает, и, соответственно, не обеспечены возможности поставки газа внутри России. А что касается поднятия цен, это будет, безусловно, давить и на потребителей. И, знаете, российская экономика, она далеко от идеала. Более того, она достаточно разбалансирована по плане, что есть Москва, есть Санкт-Петербург, а есть другая Россия. Вот эта фраза «если жизнь за МКАДом», по сути, она во многом отображает экономическую составляющую. То есть у людей, которые живут в других частях России, намного меньше ресурсов для того, чтобы обеспечивать получение «Газпромом» прибыли. И поэтому ожидание, что благодаря поднятию цен они смогут больше заработать, я думаю, они не оправдаются в России. Просто потому что ресурсов у населения, опять-таки, за МКАДом не так много для того, чтобы помочь России. Иван, я сейчас хочу один очень интересный скриншот показать, попрошу режиссера вывести на экран. Почему мы не видим? Мы же только что это давали, это очень важно увидеть, и Иван, я бы очень хотел, чтобы это прокомментировал. Сегодня по Николаеву был нанесен удар шахедами, и нашли осколки от этих шахедов. И, опять же, если получится сейчас увидеть, сейчас я попытаюсь, чтобы это увидели, потому что это очень важно. Нашли деталь от карбюратора. На карбюраторе этом написано «Made in Ireland» — Ирландия, и компания называется Tillotson. Я гуглю сразу же, что это за компания и что она делает. Вот сейчас, можно, увидите, да, сейчас режиссеры, покажите, пожалуйста. Сейчас пока выведут, я уже прогуглил, прочитал. Это ирландская компания, которая производит карбюраторы. Вот она, да, спасибо большое. Вот, увидели. Компания, которая производит по сегодняшний день карбюраторы для мопедов, мотоциклов, мотоблоков и так далее. Как так получается, что из Ирландии вот эта компания доставляет карбюраторы непосредственно аж в Российскую Федерацию, либо туда, где собираются эти шахеды? Получается, Иран, что ли? Ну, во-первых, вопрос, кстати, к ирландцу Салливану, который, напомню, с начала этого года отвечает за соблюдение санкционной политики Европейского Союза в отношении России. Во-вторых, в чем же проблема была вот до вот этого одиннадцатого пакета? Что во многом санкции обходились благодаря возможности транзита под санкционных товаров. То есть, что делалось? Вот, допустим, вот этот элемент-карбюратор, который мы сейчас видим на экране, его могла покупать гипотетически фирма, допустим, из Казахстана. Я говорю, допустим, не располагаю данными. Она его заказывала. Транспортировка происходила территорией России. Поскольку не было это запрещено. Компания была связана с Россией, поэтому она отчитывалась о том, что она этот товар получила. До июля. А де-факто этот товар оставался в России. И поскольку компания сказала, что окей, она получила деталь, в европейском союзе компания, которая отправляла ее, знала, что все получено не Россия, а другой страной, говорила, что все окей, все нормально. На самом деле, де-факто она оставалась на территории России. И использовалась в производстве вот этого самого шахета, которое в России, как известно, уже более-менее налажено. То же самое, кстати, не исключаю, что и Иран. Иран тоже мог наладить поставки этих товаров. Поскольку все-таки, к сожалению, экспортный контроль, несмотря на то, что сейчас все более его ужесточают, он на протяжении длительного периода не работал в полном объеме. Поэтому мы часто видим детали, произведенными с западными компаниями. В данном случае ирландская, но не только ирландская. Я думаю, что мы помним, как и французские детали находились в российских бронетранспортерах. И я думаю, многие другие, даже американские детали находятся. Вот из-за того, что не было полностью настроен вот этот экспортный контроль, что в нем имелись большое количество лазеек, которое позволяло их обходить. И, соответственно, они их заполучили. И я думаю, что определенные запасы созданы. Поэтому я не исключаю, что даже в ближайшее время будут, скажем так, ситуапрецеденты, когда будут находиться детали. Но, с другой стороны, это говорит о том, что без вот этих деталей ни Россия, ни Иран производить свое оружие не смогут. И если этот контроль все-таки будет достаточно жесточен, и я более чем уверен, что работы ведутся, то это приведет к тому, что на определенном этапе просто-напросто в России не будет достаточного количества оружия, поскольку для его производства необходимы те самые детали, которые им давать не будут. Да уж, надеемся на это, что все-таки одиннадцатый пакет санкций заработает в полную, да, и экспорт через свою территорию все-таки также страны будут наблюдать и не разрешать это производить. Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, был с нами на связи.